За счет высокого индивидуального средства Руслана и в конце уже какого-то атака, потому что все остальное время со второй минуты по 90-ю мы тоже всегда распоряжались моментами, особенно возможностями хорошо провести контратаку. Поэтому, конечно, Руслана добавил надежность и вообще вне денег, потому что все-таки сильная атака и очень тяжело создавать момент, особенно против такой хорошей паровины. Александр? Когда во втором тайме на защитника вышел Додик, подумалось, что на его месте должен был оказаться Баланюш. Почему он раньше не вышел? Может не пришлось бы тогда так до последней минуты? Ситуация могла сложиться так, что Денис вообще не вышел, потому что у Володи такого повреждения он не был уверен, что он до конца поменял. Поэтому мы в следующий момент удержали вот так долго, потому что мы ходили раньше, но ситуация с левым нашим защитником была не совсем понятна. Поэтому мы уже потом решили, когда Артем окончательно устал. И Володя сказал, что доиграет матч до конца. Судя по следующей игре, вы, по-моему, где-то говорили в этом интервью, что все-таки холодный душер Донецкого шахтера вашей команде вышел на пользу. Ну, каждая игра – это отдельная история. И сегодня игра могла сложиться совсем по-другому, как не будь быстрого забитого мяча. Я не стал бы говорить, что совсем провальная игра была во Львове, просто результат совсем обескураживающий в плане счета. Но голы были забиты после индивидуальных ошибок. Просто не хватает концентрации, ведения и напорств, особенно игрокам группы атаки, которые возвращаются при стандартах на бороться. Я не буду там называть фамилии, кто виноват или кто был виновником этих результативных ошибок. Но сегодня нам добавился Володя Адамюк, добавил нам просто при стандартах. Тот же Руслан Тротт добавил на внимание опыта и 12 угловых ни одного удара в сбор, как следствие этих перемен. Потому что все-таки полагаться, если ошибка в атаке, она не так бросается в глаза бодельщикам, то ошибка в своей штрафной, она ведет к прокрученным мячам. И у нас все мячи были после индивидуальных ошибок, которые мы пропускаем. Пожалуйста. Как можете оценить степень влияния возвращения, как и Днепра, на результате внешней игры вообще на самой улице? Как высокую. Конечно, когда такой игрок находится на поле, такая личность, такой лидер дает всем уверенность, всем вокруг, и нам, в том числе Малавыч, то есть его роль, конечно, нельзя оценивать. Это для нас очень-очень серьезная и серьезная фигура. Пожалуйста. Может быть, конечно, без обследования трудно сказать, но все-таки Случкевичем что-то может быть? Ну, у него что-то с карьерой, я сейчас просто не могу говорить, потому что завтра будет обследование и завтра останется. Александр. Если можно, коротко, в чем сегодня ваш план на игру состоял? Как команду ваш умений выполнила и насколько на этот план повлиял «Быстрый»? «Быстрый» был, конечно, повлиял. План, наверное, был лишить соперника пространства то, что очень хорошо получается в Луанской царе – это контратаковать. Имеет двух быстрых игроков на фланах, плюс очень динамичных игроков средней линии, как «Гордиенко», «Гречишкин», «Чайковский». Нам нельзя было позволить им быстро контратаковать, и мы не должны были терять мощи именно на начальной фазе развития атаки. А «Быстрый» способствовал тому, что мы уже в победе в счете могли сесть на свою половину поля перекрыть зоны и заставить играть противников неудобно для себя футбол, потому что, как показывают, вообще очень тяжело даются позиционные атаки всем украинским командам. Внутри зря является исключением. Поэтому они не совсем удивительно чувствовали себя. Тоже «Бедряк» игрок хороший, но ему нужно пространство. «Караваев» еще больше нужно пространства на личном пространстве. Они не всегда проявляют решение, поэтому «Быстрый» гол на большее было. У «Близниченко» явно парень попадал сегодня из ДГ. Я бы не стал только на «Близниченко» делать акцент какой-то. У многих не получалось сегодня. Но главное то, что все боролись, главное то, что все не уступали противнику в борьбе. Это на сегодняшней стадии развития нашей молодой команды особенно. И у группы атаки этого, в принципе, достаточно. Мы не можем сейчас требовать от них играть точно в бас. Хотя, конечно, мы этого хотим очень. Но очень большое количество ошибок в простых ситуациях. И это связано, наверное. Вот сейчас какой-то этап, мы шести игр прошли. И для них это тоже новый опыт. И видно, они подустали прежде всего не физически, а психологически. Потому что для них это совсем другой этап жизненный. Вот поэтому нам нужно время, чтобы все пришло в норму. Чтобы они успокоились и немного привыкли к вот этой интенсивности в премьер-радиге в победениях. И особенно команды в первой высшей части турнирной торпицы, как «Заря». Потому что это очень хорошая команда. В игре они потеряли всего удачика на старте сезона. Поэтому нам нужно время. Нам нужно просто время для адаптации вот этих молодых. По темпу. Больше опыта набираться. Здравствуйте. Дмитрий Станиславович, вопрос по еще одному молодому футболисту. В связи с возвращением Руслана Ротеля в команду. Какие перспективы у Игоря Кулута на попадание в старт? Может быть, на другой позиции вы его видите? У Игоря хорошие шансы на попадание. Во-первых, с Лондин. Вот сегодня мы видим тот же Валерий Ручьевич. Нам нужны будут все игроки, которые у нас есть. И в обойме, в которых мы рассчитываем на этот порядок 20 человек. Может быть, мы немного изменим игровую схему. Может быть, есть определенные мысли. Вот поэтому мы на всех рассчитываем. И за длинные 3-4 игры, я повторюсь. Поэтому Игорь делает то, что нужно от него. Он много двигается. Он хорошо борется. Он очень мобильный игрок. Поэтому даже посмотреть со стороны. Посмотреть, где такие игры. Это уже полет. Воленцы играл. Все игры у нас. То есть, взаимозагоняемость, универсализм. У футболистов присутствует, да? Да, у него есть хорошие шансы. Поэтому на его дизайн не сбрасывается, что он игрок основного состава. На мой состав это не 10. И 11 человек. Это порядка 18 человек в нашем ручке. Большое спасибо! Большое спасибо Спасибо.